привет давно у нас не было обзоров на полезные вещи из китая сегодня ко мне приехала экшен камера я ее заказывал 20 дней назад как я думаю это должна быть хорошая экшен камера заявлено там встроена электронная стабилизация до этого у меня ни в одной камере которыми я уже владею такого не было сегодня мы эту экшен камеру вот кстати сравним с моей у про 3 плюс black edition сейчас на нее кстати ведется видео сравним как работает стабилизация это заявлено и если эта камера мне понравится то я обязательно вам ее посоветую как-то вот так думаю ракурс всех устроит надеюсь камера широкоугольная упрошка у меня надеюсь все будет хорошо видно мой ножичек люблю его очень открывать так с выкидом в общем то это видео будет коротеньким здесь она не будет нести какой-то там смысловой нагрузки в плане функций визиточка с banggood кстати где я покупал эту камеру здесь просто видео такого ознакомительного характера и самое главное в чем суть видео это просто сравнение с моей его упражкой ни фига себе слышишь друзья я помню как я покупал свою упражку вот эту что я сейчас на ней снимать реально камера практически в такой же упаковке пришла это даже более закругленная как-то но это реально тот вид в котором должен продаваться товар очень круто выглядит такая презентабельная упаковка то есть по сути упаковка это отдельная витрина блин как долго снимаются эти липучки но ты прикинь есть наконец-то круто камера смотрится очень классно точно как в упражке все но прикиньте меня интересует данный момент сейчас комплектация сразу сразу видим камера находится в подводном аква боксе так тут у нас резиночка какая-то так а как же жена у нас все камеру мы пока месть отложим с вами есть у нас инструкция понятное дело она на английском так и по характеристикам сразу можно посмотреть фото делает 14 мегапикселей видео в 4к снимает full hd 60 кадров 30 кадров в секунду 2 и 7 к также есть водонепроницаемость в аква боксе 30 метров имеет встроенный вай фай electric стабилизейшн то же о чем я вам говорил dual screen двойной экран сзади сенсорный спереди такой же как и у упро вот он этот экранчик ну конечно вид у камеры ну честно поразил на картинках она хуже выглядит есть выход hdmi 170 градусов угол обзора у нее линза стоит так ну и вот смотрите какая классная матовая черная такая упаковочка обалденная кстати суд этой площадке можно будет потом мудрить какие-то там крепления делать здесь две маленькие коробочки что же в этих коробках так давайте первую смотреть хомутики и какой-то тросик без понятия для чего он нужен ну да ладно вот сразу вижу такое крепление но это это типа как рамка для моей гопрохе помню такое крепление идет с камерами с джей 4000 с популярными минут как обычная рамка здесь есть резьба для крепления дальнейшего это я так понимаю крепление на руль это дополнительный дополнительная глухая крышка на аквабокс нет не глухая эта крышка для записи звука вот можно видите здесь сквозное отверстие есть всевозможные площадки монтажный пульт друзья пульт это это уже очень важно но я так думаю он коннектится не через вайфая просто как радиочастота какая-то еще одно крепление типа охренитель виде досмотрит я смотрю спасибо по силе его затарился с настями да круто ну спасибо давай дружище друзья спасибо всем скоро на канале 100000 подписчиков ну реально очень круто очень приятно ребят спасибо вам что смотрите так дальше это переходничок тоже какой-то честно не знаю это типа на штатив там на монопод переходник что имеем во второй коробке смотрим во второй коробке у нас кабель юсби мини юсби или микро юсби юсби микро юсби дальше зарядка такая прям как у apple беленькая вся такая опрятно выглядеть дальше это я так понимаю крепление на руку типа браслетик кстати на сайте я видел реально крутая штука это штатив ребятки можно ну реально если кто-то хочет там планирует обзорчики какие-то снимать то реально можно использовать вот вот вам готовый штатив ставите камеру и для обзоров ну реально точно этого хватит то есть можно еще использовать как монопод то есть вот коротенький моноподик вполне очень даже и очень долго разговаривал только что по телефону и уже я смотрю начала темнеть но в принципе это и неплохо потому что но если немножко да так сумерки то мы сможем определить насколько хорошо матрица обрабатывает информацию в камере насколько на выходе будет качество хорошим так сейчас камеру же я не заряжал при вас открыл полностью посылку если камера заведется камера завелась у нас то мы сейчас попробуем сделать сравнение качество съемки здесь состоит 4k 25 но я думаю нам надо как-то ноу карт блин 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 так есть я сегодня с собой брал суда вторую камеру здесь у меня флешка есть в общем сейчас оставлю флешку и мы смотрим как она снимает в сравнении с моей о про 3 плюс black edition поехали итак ребятки видео включено обе камеры выставлены в режиме full hd 30 кадров в секунду 1980 на 1020 видео разрешение сейчас держу в одной руке две камеры шагаю шагаю чтобы понять насколько будет вибрацию сглаживать стабилизация в экшн камере эйкин в 8 еще можно кстати и на машине прокатнуться посмотреть можно немножко и якобы пробежаться кстати в камере есть русский язык только что выставил и что немаловажно для сравнения я еще поменяю да там как-то разобью экран на две части и сразу поставлю там звук с гоу прошки а потом переключу звук чтобы вы слушали с этой камеры этим чтобы было понятно насколько хорошо напишет звук потому что запись звука это ну наверное второе качество видео второе качество экшн камеры второй критерий по которому я бы ее выбирал потому что звук это реально очень важно еще конечно очень удобно что здесь имеется два дисплея до один дисплей показывает нам то что мы снимаем принципе а второй дисплей показывает в каком режиме мы это все делаем то есть показывает качество видео до сколько кадров в секунду вот здесь сейчас видно стабилизация как раз включена вверху значок и состояние батареи это на самом деле очень удобно ребят скажу вам честно камера мне очень понравилась единственное что уже не терпится посмотреть приехать домой посмотреть какое качество она отсняла как она пишет звук и действительно ли там работает стабилизация но я буду надеяться что китайцы нас на этот раз не обманули потому что камера скажем не самого низшего диапазона цены камера стоит порядка 100 долларов поэтому я думаю в эти деньги должно входить все заявлено это стабилизация и опять же но более или менее хороший микрофончик ребят в общем ссылочку оставляю в описании ждите скоро новую крутую рыбалку ненадолго прощаюсь пока до новых встреч а